привет ребят привет живет моя хорошая рада вас видеть рада вас приветствовать здесь прямом эфире со мной ну чё расскажете мне задавайте вопросики давайте по вопросикам сейчас быстро за пять минуточек 10 пройдемся посмотри как растричусь еще вот и разойдемся сейчас дела одно сделала записала все работал немножко покушала как же без этого две котлеты по-пожарски или как поджарски правильно за пожарски с натопталась вот пол пиццы съела с собой еще домой завернули это у тебя чистое красивое вы знаете да вот ничего не могу сказать нет высыпания нет высыпаний каких-то вот есть что-то вот точечно но очень мелкая тут недавно появилась у меня высыпала вот здесь на плечах почему-то причем давно и вчера я их решила выдавить простите меня за откровенность но я у вас вот такая вот и вот тут красненькое все не а по-аджарски хачпури я люблю а то котлеты были по-пожарски на сколько месяцев у вас уже 7 вот поэтому сейчас вот кофе допиваю хочу зайти в детский магазинчик но я не знаю правда брать не брать ой какая коляска интересно вот я кстати наблюдаю за колясками всегда смотрю мне так интересно все таки коляска это вот понятно средство предврежения для вашего ребенка это безопасность это комфорт все остальное но блин ну это еще и стиль коляски мне кажется все должно сочетаться вот короче вчера были в азбуке это просто я уже не знаю в какие магазины ходите где можно питаться я уже даже плавит то что в кафе даже всегда заказу детское меню а вот мимо а вот кстати мимо коляска и прошла очень симпатичная на которой обратил внимание она была сейчас такая недорожная как она ну я еще такая мамка не в теме прогулочная вот я несколько колясок беру сразу говорю я буду передвигаться на нескольких колясках то есть она мне не устраивает одна у меня должна стоять в новороссийске вторая у меня должна стоять у мамы дома третье у меня должна стоять в квартире или там в подъезде в тамбуре то есть вот такая тема чтобы я просто люльку переносную вытащила вот и с нее поскакала дальше они вот этими колясками возиться туда-сюда не хочу а вот и чё еще короче хочу детские вещички посмотреть не знаю брать не брать наверное брать не буду но не знаю я должна вещи влюбиться вот спасибо саша за эфиры да всегда пожалуйста всегда пожалуйста бэби мобиль супер коляски вот но я точно знаю что я буду коляску дуна брать а вот более того скажу ладно потом расскажу но дуна обязательно потому что она мне очень нравится но очень коммуникабельная очень такая коммуникабельная комфортная там сегодня за коммуникабельной же не разговаривали там про одного человека вот она очень комфортная очень удобная такая безопасная легкая и мне как девчонке который там родит чтобы сразу я могла прыгнуть в машину посадить лялечку свою и дернуть по делам то есть я такая дома сидеть не особо хочу даже вот беременность я не нахожусь практически дома опять же этом день-два-три гуляю там не работаю дела кипят еще что-то вещь всякие дела там ремонт переезды эти там один день я просто вот лежу в кровати могу неделю так вот тусоваться перемещаться делать дела работу всякую там один день полежать вообще правильно чередовать как для моего организма я смотрю так два дня погуляла там я не отдохнула как мне кофе мока вкусная не могу вот а по тебе заметно все равно что беременешка лицо опухшее лицо тоже во первых я еще и набрала почти 8 килограмм уже лицо то вширь растет отечность этого не миновать и это нормально во первых сколько тебе лет двадцать четыре мне а вчера кстати в такой платье купила очень трудно что-то такое стильное прикольное найти для беременных реально мы вам совет это вот заходить какие-то вот пума adidas именно original те коллекции которые городские то есть не только чисто для спорта а вот hndm zara манга то есть такой мосмаркет собрать нужно список себе создать и по этим магазинам вот кто беременной девочки с пузиками уже большим вот там вам рекомендую выбирать одежду где купила платье помо вчера с мамой купили планируют ли имеется к вам на лето приехать ничего не знаем потому что не можем до митики дозвониться нашего любимчика это так конечно мы ждем он сам очень скучаем по мальчику нашим я кофе пила всю беременность почему нельзя и все отлично ну потому что там кофеин это не очень хорошо влияет на вас и на вашего ребенка я стараюсь брать кофе без кофеина либо это какой-то лад и где кофе особо не чувствуется да и мока какой-нибудь либо шоколад там с молоком горячие что-то так ну вот во время беременности заметил что мне больше хочется все-таки дать кофе напитки какие-то кофейные классночки спасибо здоровье ребеночка благодарю вас 7 месяцев мне уже в любой одежде клёвая на польсиво кофе без кофеина да такое бывает кофе без кофеином просто спрашивается особенно вот в тех барах кафе ресторана где огромный выбор кофе специализируется на этом девочка будет а мне все равно кто мальчик девочка это моё дитю это мое сокровище это моя любовь то есть мне все равно льва родится не знаю красотка спасибо мило это ой все за комплиментами засыпали меня все все артем его в улыбке расплывется саша на позитиве классно ну а как по-другому ребят но как вот несмотря на все то что там жара тяжко как-то где-то что-то это вот стараюсь абстрагироваться от этого и легче так живется и вообще вот в последнее время стараюсь где-то что-то побольше радостного позитивного искать жизнь одна все таки вот я каждый день себя жизнь одна и надо ее прожить так как вот последний раз ну реально последний раз один раз живем саш спишь или лежишь на спине как относится к тому что говорят нельзя мне вот удобно и я сплю удобно спи умничка и мне тоже удобно на спине спать и сплю не слушайте вот это вот все а там сказали на заборе написано написано и фигачу говорят как вам удобно так и спите на боку удобно на боку на спине на спине я все берем и сплю на спине то что мне так удобно не так комфортно но вот эти вот страшилки всякие тут в инстаграм напугали мне что то что ребенок сдохнется нельзя спать на спине ты там маткой что-то как у какой-то там кровоток пережимаешь это все не слушайте спите как вам удобно вот вам удобно на спине но мне удобно вот я на левый бок ложусь мне почему-то ребеночка оттуда выталкивает он знаете там ножкой или ручкой прям вот так бьет как будто мечиком сдается вот такая боль как будто меч мне вонзается когда прошел токсикоз сейчас мучаясь две недели сил нет моя дорогая я тебе могу только здоровья пожелать и сил потому что это очень тяжело и вот по мере возможности вот находись дома гуляй не работай вот ничего такого не делай по домашним делам тоже оставь все это попросим там маму подругу сестру мужа только вот не утруждая себя отдыхай пей воду обязательно воду с лимоном утром проснулась натощак сразу водичку с лимоном хлебнула маленькими глоточками маленькими вот чтобы обратно не пошла и сухарик заживала когда почувствовала шевеление ну вот шевеление мы почувствовали как будто знаете как будто вот водичка вот так вот газики бульк вверх буль-буль-буль-буль-буль-буль вот так выдымается вот на конце 17 недели на начале 17 недели вот вы не боитесь рожать нет я не боюсь рожать я знаете как меня бабушка настроила сань ну а чего бояться все рожают и ты родишь это понятно да главное настраивай себя как а бабушку женщина одна на работе в ее молодость настроила настраивайся так больно а будет еще больнее то есть вот так вот я себе тоже на этот желат и настраиваю мне бабушка извините за няшка родила и сыночка первого потом двойняшки и у нее ни одной растяжки ребят и не знаю прям плакать хочу мне такая бабушка круто нет на растяжки вторая баблю да у меня тоже ни одной растяжки двоих детей родила такие у меня классные а я вот боюсь у меня будут растяжки тоже за мою маму растяжки вот а это генетически у нас мучка передается вот то есть расположенность меня к этому а вот красавица моя ой ну спасибо что еще вам рассказать вот первый страх у меня растяжки второй страх это иметь геморрой зараза не знаю вот говорят что через одну девчонку геморрой просто многие об этом молчат не говорят кому-то стремно кто-то стесняется кто-то боится этого признания даже там где-то сказать сука да у меня геморрой блин короче я вот эту тему боюсь вот реально вот пока не наблюдалась я вот настолько даже вот геморрой испугалась что даже когда пошла к врачу к мисси дгаджина на прием иру мисси дгаджина пожалуйста посмотрите не летит ли у меня геморрой а вот она сразу говорит ну симптомы же должны быть аших нет нет но все равно посмотрите посмотрела нет и бахнул перчаткой иди вот потому что вот я знаю что это вот реально вот геморрой история у девчонок бывает и это страшно то есть это лечить это там кому-то где-то отрезать у кого-то что-то это внутреннее то есть вот за вот это вот переживаю главное слушай врача и все будет без геморроя да ничего не пусть в любом случае дети просто так нам не даются да дети просто так нам не даются и детей надо заслужить но тем не менее у меня всегда такой больной вопрос а почему вот допустим алкашам наркоманам боженька дает детей да я понимаю что он дает боженька чтобы эти люди стали на правильный путь чтобы образу не образумились и все остальное но не знаю не понимаю этого понимаете это вот ну вот свыше это так все решают вот когда нужно и что нужно понимаете то есть хотеть одно делать там одно это да но сам бог тебе помогает и дает и знает когда тебе нужно дать ребенка значит мы же не заслужили мы стал дженки на эту тему разговариваем мы хотели мы готовились к этому мы заслужили ну то есть у нас запланировано все что вы понимали разрыва боитесь да вот кстати я я просто понимаю что и мне врач скажу что у нас плод немаленький вот плод любви наш ждем вот сейчас распланировать вот леженька до работе себе на везде мне без него только тут тяжело хоть все хватит вот и это ждем нашего птичка еще он не маленький у нас будет и вот раз да я думаю разрыва не будет я думала об этом ну я думаю все хорошо вот чтобы не было растяжек можете маслом бюбхе спасибо за совет вот че еще вам рассказать короче а свящечки под детские смотреть что за глупости просто бывают проблемы со здоровьем не могут родить бог тут ни при чем но у вас такое видение у меня другое видение на это видите это мы люди что у нас у всех разное видение кто-то верит кто-то не верит это ваше право я же не настаиваю надеюсь его не сумею тоже не настаиваете точнее нам здесь привет ангарского даже не знает кто будет но как мы сказали на 70 процентов то есть это вот там одного пола ребеночек вот это же может и поменяться все то есть кто знает кто знает но он завидует мне горит я вот завидую те что ты реально не знаешь кого-то ждешь это круто ничего не будет у тебя родила двоих детей тоже говорили не родишь сама будут разрывы сама худенькая типа дети крупные все это фигня ого вы молодец вам хочу сказать от растяжек масло оливковое хорошо помогает ну вот у меня масло кокосовое оливковое крема сейчас вода мазовая уже мастелла или мустелла как он правильно называется не знаю леда до этого у меня было то есть я вот стараюсь хорошими такими средствами пользоваться очень смешное поражение будьте счастливы спасибо ну такие 2 лёлик и более какие тогда вещички будешь покупать если пол не знаешь ну как какие 1 как вы думаете 1 тонное что-то беленькая в основном это может быть серенькая то есть ну это ж не значит что если мальчик голубенькая если девочка то только розовая что за стереотипа надо разрушать их ну их нафиг сохрани эфир хорошо я так поняла женя знает пол ребенка ну как знает ну на 70 процентов он знает а вот что будешь покупать из детских вещей сегодня ну еду честно откровенно скажу первый раз вот посмотрите вообще что как это происходит что где то что почем потому что я вообще ничего не знаю вот такая будущая мать я вообще не знаю чу сколько стоит что нужно даже покупать что не нужно опять же хотела до пост написать чтобы вы не девчонки помогли сказали что нужно с собой в роддом обязательно взять что нужно вообще при рождении ребенка много чего-то немного покупать потому Потому что мне опять же говорят, что все брать нужно недорогое. Это раз, все девчонки мои говорят. Второе, это много не надо набирать этих бодиков. Три штучки таких, три штучки таких, грубо говоря. Потому что дитя очень быстро растет, и не успеваешь заменять ему одежду даже. Какие нравятся имена? Мне нравятся очень имена еврейские. Мне очень нравятся имена северные. И мне нравятся имена древнеславянские. Легких родов вам спасибо. Брать немного очень быстро растет. Вот, видите, вот многие говорят. Ну, где купить, я не знаю. Вот я смотрю такие магазины, как Гулливер, допустим, мне нравится. Кенгуру. Ну, опять, что-то недорогое брать. А потом в детский мир, я думаю, может быть, забежать еще тоже. Там, еще, как говорят, цены недорогие совершенно. То есть, вот так вот. То есть, изначально я не собираюсь там на ребеночка тратить много денег на эти бодики, распашоночки, тряпочки. Все должно быть такое среднее. Главное, чтобы, ну, качественно было. Ой, простите, качественный материал, чтобы был. Я беременна, мне можно. Икота. Нет, рыжка, не подумайте. Вот. То есть, главное, качество, чтобы все было мягенькое, приятненькое, гипоаллергенное. У нас сыночка Михаил и Борис. А у меня братик Михаил. Михей мой. Мисик мы его называем всегда. Там уже Мисик у меня такой большой братик. Он в детстве был просто это чистый ангел. Он весь кудрявенький. Он как подсолнушек вот светится стоит. Боже, как я его не могу. Вот с него пылинки отзывало. Вот правда. Вот такой он у меня сладкий был. И Сашенька у меня тоже брат. У меня вообще много братьев. И вот Мишенька у меня один из них. Он такой весь, знаете, такой маленький был. Пухленький. Щечки чуть немного. Вот это вот то дитю, которое я тоже хочу. Такое родишу пухленькое, такое шладенькое было. У меня кудрявенькое. У меня Мария, Макар, Милана. О, как все на букву М. Какие красивые имена. Мария, Макар, Милана. Макар очень красивое имя. Милана, Мария. Мне очень нравится. Скупердя и своему первенцу брать все дорогое со мной. Вот и берите все самое дорогое и все самое лучшее. Пожалуйста. Я же не запрещаю вам. Скупердя. А мы возьмем что-то недорогое в основном. А что-то дорогое. А что-то дешевенькое, где можно сэкономить. Почему бы и нет. А если вы такая богатая, то можно я вам номер карточки скину? Мне приведете. Я тогда это очень подороже возьму. Ладно? Договорились? У меня сын Никита. Тоже красивое имя. Сережа имя лучшее. Ермаков. Ёлки-палки. Здесь уже отметился. У нас тут мамский чат, а тут Ермаков сидит. Представляете, здесь зерога. Покупая немного вещей. Мы за месяц забрали. За месяц набрали полтора кг. Ого! Выросли на пять сантиметров. Все вещи уже маленькие. Что, реально так за месяц столько набирают? Полтора кг и пять сантиметров. У меня дочь Мирослава, сын Артем. О! А я, когда мама вынашивала, отец биологически думал, что там мальчик. То есть и по УЗИ искали мальчик, вот яички висят, вот писюн. Все, мальчик, однозначно. Пацан, у вас поздравляю. Мамаша. Ну, мама расстроилась. Она говорит, ну я-то внутренне чувствую, что у меня девочка. Говорит, ну девочка, у меня вот все красиво, я ее представляю. Она у меня такая хорошенькая. Говорит, ну какой мальчик. А батя мой, ну отец биологический, уже все. Артем Артемов будет. То есть вот так, он человек военный. Вот. И вот мама говорит, вот по молодости всегда там, где он служил, его Артемом называли. Хотя его Дима зовут. Ну и все, короче. Вот он думал, что Артем Артемов у него будет. А тут не тут-то было. Вылазит девочка, значит, из мамочки. У себя как ушок у него был. И так отношения у нас, видно, с ним с тех пор не заладились. Так, что еще вам рассказать? Моя дочь Варвара. Ой, какое красивое имя. Вара. Варя. Варвара. Мне очень нравится. Варюша, Варенька, Варечка. Варвара. Очень круто. Да, не берите много вещей. У меня брат, он быстро рос, и вещи все стали маленькими. О, как. Ну да, все-таки прислушаюсь вот к советам девчонок, что не нужно много набирать. И тоже там дорогого не буду брать. Все такое. Главное, чтобы качество было классное. Вот, хорошее, гипоаллергенное такое. Стефания, сестра. Да что ж такое, у всех такие имена красивые, не могу. Дочка Алиса. У меня сынуля Родион. Блин, реально, девочки, у вас такие имена у всех красивые. Братиков, деток, Матвей, Ксюшенька, Ксюха, Ксеша. У меня принцесса. О, как. Ксюш, Ксюш, Ксюша, юмбочка из плюша. Поешь своей дочке такую песенку, или она тебе поет? Серег. Моника и Лука. Ой, как красиво. Алина и Полина. Велина. Милора, дочь. Да что ж такое, а? У всех имена красивые, а? Ой, и Лапа моя в прямом эфире. Лапа, придаю тебе привет. Придал. Естественно, Серега пишет. Ой, как. Евангелина, сестра. Дочь Ева. Доченька Елизавета. Главное, чтобы здоровым родился малыш. Аж Матвей, это все ерунда. Ой, ну знаете, вот главное, вот это главное, а остальное все. Да, понятно, это все. Все, ладно, это давайте буду мужу звонить. Вот. И это. Он мне звонил, а его сбросила, бессовестно. Все, всех люблю, всех целую. Спасибо за эфир. Эфир я тогда сохраняю по вашей просьбе. Все. Потом, может, еще в воду вечером. Все.